Набережные Челны, Татарстан взорвался, ну сам по себе, конечно, трансформатор, да, в Челнах какой-то 65-й комплекс, ушел во тьму, пишут, и так далее, то есть, ну, бывает, что я могу сказать, надеюсь, что этим не закончится, надеюсь, что это отразится на работе предприятия КАМАЗ, очень надеюсь. На Киевском шоссе загорелся этот, господи, строительный рынок горел, очень сильный тоже был пожар, тушили, ну, сгорел полностью металлический ангар, пишут, 150 метров, на видео гораздо больше, ну, как обычно, и что-то еще там погорело, ну, в общем. В ларек спалили в Новоселецком округе, да, это Ставропольский край, ночью кто-то взял и полыхнул ларек, ну, который там что-то готовит, кофе, выпечку, шаурму, там, я не знаю, ну, в общем, понятно, что это разборы такие между своими идут. С сеном сожгли какое-то помещение, достаточно большое, более 400 метров, тоже в Ставропольском крае, ну, сейчас они, видите, прогрессивно так развиваются с точки зрения пожаров Ставрополя, Ростов и Краснодарский край. В Ярославле сгорела крыша многоэтажного дома 1400 квадратных метров, ну, подобный московскому пожару, то есть, сгорает крыша у дома 50-х годов, там, начала 50-х, ну, то есть, сталинско-хрущевской эпохи, и горит она прекрасно. То есть, люди вышли все, слава богу, никто не пострадал, по какой причине горят крыши, я не знаю, то есть, это не наши партизанские действия, я уверяю, по крайней мере, я не знаю, чтобы наши люди такие вещи совершали. Ну, кто-то работает, я вполне отпускаю, это могут быть пироманы, это могут быть более радикально настроенные партизаны, кто угодно может быть. В Забайкальском крае ландшафтный пожар большой, тушили-тушили, не потушили, сгорел еще и дачный кооператив, в том числе, я пишу, 30 вдовов. В аэропорту Сочи, вы помните, проводили учения, оказывается, там самолет сгорел, когда учения проводили. Отличная ситуация. В Таганроге пенсионерка пыталась сжечь спецприемник полиции в Ярославле. Не знаю, какая причина, но ведь пенсионеры очень активны. И в Ярославле общежитие студенты подожгли, то есть, представляете, интересная ситуация, подожгли вещи на балконе, а также намотали на трубу в туалете тряпки, и там тоже подожгли. Ну, это для того, чтобы, конечно, дымовал, повалил, и чтобы не включилась пожарная сигнализация, а не с целью сжечь общежитие. Ну, шухер знатный, конечно, просто знатный, там стопроцентный поджог. Еще раз я скажу партизанам, только без жертвы. Вы представляете, если загорится такое общежитие, я понимаю, что там не было, как бы, ну, то есть, что оно не загорелось бы, это пугалка была, там балкон какой-то горит, тряпки горят, ничего не случилось бы, да. Но, представьте, такое общежитие, кто пьяный, кто какой там, и люди не выскочат, никогда сгорят все, поэтому лучше так не экспериментировать. И вот, что мы добились. В Москве и в Подмосковье прошла общая областная, а это Московская область и часть, кстати, все равно Москвы, ежеквартальная тренировка по эвакуации на объектах образования, здравоохранения, культуры спорта и других учреждений с массовым пребыванием людей. Представьте, какая прелесть. Ежеквартальный, то есть, Путин какой стабильности добился, невероятные. Ежеквартальные люди бегут куда-то, эвакуируются с тазами, да, и так далее. Вот, пять баллов. Стабильнее этого не бывает. И интересное такое сообщение, значит, стояла подводная лодка 677 «Кронштадт», которую ввели в строй 31 января. Она стояла у стенки «Адмиралтейских верфей» с табличкой «Кронштадт». А недавно табличку втихаря поменяли, и теперь эта лодка стоит с названием «Санкт-Петербург». Самое смешное, что лодка «Санкт-Петербург» тоже есть. И этого же самого проекта. И она спрятана в Кронштадте, а это в Питере стоит. То есть, путинцы пытаются запутывать. Видео я не могу вам показать, но оно есть и на телеграм-канале «Революция» и в других местах. В Твери, да. Да, вот фотку сейчас я вам покажу. В Твери. Вот что случилось, видите. Многоэтажка, но она, правда, строящаяся, слава богу, да, то есть, там людей не было, полностью сгорело. Вот видео от начала пожара до конца минута 30 секунд. Вот, посмотрите. Вот это пожар, вот этот огонь, это меньше, чем через минуту после начала горения. Можете себе представить. Вот представьте себе, во-первых, какую многоэтажку строить. Даже безотносительно деятельности партизан, да. Вот какая многоэтажка, что сгорела за минуту. Вот, ну, представьте, вот там поселились люди в этой многоэтажке, и она загорелась. И за минуту они все превратились в дым. Ну, чудовищно. Не, ну, можно сказать, это там какая-то сетка была, которая, строители. Или вот она загорелась, какие-то стройматериалы. Ну, если стройматериалы горят вот таким образом, как порох. Это какие же стройматериалы, что за безумие такое? Они что, их азотной кислотой, что ли, обрабатывали? Почему они как порох-то горят? Совершенно непонятно. То есть, наоборот, нужно обрабатывать так, чтобы они не горели ни при каких обстоятельствах. Из чего же ее построили? Не, ну, построили-то из бетона. Ну, там всякие утеплители, да. Там всякая остальная херня, да. Я не знаю, конечно, может, кто-то взял вату утеплителя и обработал соляное, а потом еще и серую кислотой, да. Вячеслав, книжка «Диверсия. Насколько стране сейчас будет название номер 35?» Не знаю, пока еще ничего не закончилось, все продолжается. И, как вы понимаете, это удивительно, абсолютно исключительный вариант. То есть, такого в природе не было, да. То есть, если партизанская война, ну, там такая, да, партизаны в лесах, на железных дорогах пускают под откос поезда, взрывают склады, это одно, да. А когда это городская герилья, и так, блядь, все взрывается, горит, где эти партизаны фиг ее знают, да, то это вообще, наверное, такой впервые в истории человечества, чтобы это было так активно и так системно, да. Продолжение следует...